Здравствуйте, друзья! Я хочу снять совсем небольшое кино, но оно реально классное, в смысле полезное. Кино будет касательно ручного фрезера, перевернутого вверх ногами. Это пользуется повсеместно, все этим пользуются. И все, соответственно, настраивают, кто как может. У кого-то оно держится с рацинками, у кого-то какими-то еще приспособлениями, у кого-то прям барашками, и оно себе ездит вперед-назад. Ну, любой метод как бы хорош и имеет право на жизнь. Значит, я выполнял небольшую работу, и у меня остались вот такие вот штыковины. Это, ну вы поняли, да, когда вы закручиваете, свержится отверстие вот таким вот диаметром, он 7 миллиметров, по-моему, они хотя есть разные. Вставляется, вы закручиваете, и когда вы закручиваете, я неправильно поставил, когда вы закручиваете, она затягивает вот эти вот, такие вот шипики, зубчики, затягивает материал. Это для, конечно же, для таких дел, как, ну, гипсокорсон, кстати, я думаю, тоже она подойдет для гипсокорсона, но и для дерева она затягивается и очень плотно держится, и как бы вы в таком материале, как кондек или дерево, получаете внутреннюю резьбу, которая крепкая. Значит, что я сделал с фрейтером? Сейчас я вам покажу. Вот, ребята, смотрите, с этой стороны все выглядит вот так вот. Значит, с одной стороны она жестко прикручена, ну, на глушняк. Надо будет тут чуть вырезать четверо, чтобы было удобнее ее подтягивать, хотя ключи так залазят. Но дело не в этом. Видишь, весь прикол вот здесь, в такой вот маленькой приспособии, то есть она двигается вперед-назад, то есть и эта вот часть у нас остается всегда подвижной. Значит, вы, допустим, пробрали какой-то паз. Видите, что ваш паз надо сделать на миллиметр или на два глубже. Вы берете вот эту вот штучку, ставите на свои там, сколько там вам надо миллиметров, поставили, поджали. Все, у вас эта часть упирается уже, ну, уходит на два миллиметра дальше. Дальше. Значит, вообще не страшно, что она не закреплена. Конечно, будут комментарии, я так понимаю, негативную, что так нельзя, должно держаться мега прочно. Нет. Значит, если у вас от вибрации или как эта планка уйдет сюда, ни о чем не говорит. Вы, когда работаете, вы свою заготовку прижимаете именно на вот эту вот планку, которая не даст вам заехать с призой туда, куда не надо. Но регулировать и выставлять там, настраиваться очень удобно. Очень удобно. Значит, я такое видел, даже на больших призерах люди делают, пользуются этим и, ну, очень быстро они работают. Ребята, значит, даже если кто-то мега противник того, чтобы она была не закреплена с обратной стороны, все равно это приспособление имеет место, как имеет, это очень классное приспособление. Поверьте, если оно у вас будет, вы меня не раз помните добрым словом. По большому счету, вы настроились, потом можете поставить себе срубцину. Но я вам настоятельно, как настоятельно, я вам говорю, что я этого не делаю, я работаю вот так вот, и меня все устраивает. Но если кто боится, допустим, что у нас там та планка как-то не сильно плотно держится, ну, можете настроиться, а потом поставить срубцинку. В любом случае, это классно. Вот такое вот малюсенькое кино, ну, поверьте мне, оно ускорит вашу работу. Ну, быстрее выполните работу и с меньшими, как бы, трудозатратами. Ну, вот, только плюс. Я вижу столько плюсов. Все, ребятки, давайте подписывайтесь, обязательно подписывайтесь. Там внизу есть такая кнопочка подписаться, нажмите ее. Спасибо заранее. А на этом все. Увидимся. Я думаю, следующее кино будет, ну, как поинтереснее. Ну, не знаю, поинтереснее, но, может быть, длиннее. Сейчас очень много работы накидали. Некогда в гору посмотреть. Ну, все. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok